Здравствуйте! В эфире новости «Наш день» в студии Мария Денисенко и сначала коротко об основных темах выпуска. Формулировка играет роль. Объявление одной из управляющих компаний возмутили южно-сахалинцев. Они коснулись мусорной реформы. Смысл? Люди поняли так. За вывоз отходов придется платить 20 рублей с квадратного метра жилплощади. Если будет мусор 20, то это же ужас. Трагедия на Нивской трассе. После аварии насмерть сбили одного из ее участников. Водитель скрылся. Об этом в точке отсчета. Новогодний инструктаж. Спасатели рассказывают, как безопасно и культурно пользоваться пиротехникой. Пиротехнические изделия бытовые. Их ни в коем случае нельзя запускать дома. В гости к тем, кому точно не хватает заботы и тепла. Дед Мороз и Снегурочка поздравили постояльцев Южно-Сахалинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Наши потихоньку шевелят. Мы тоже продолжаем жить еще. Так что не дают нам стареть. Не хватило нас трое. Сахалинские волейболистки проиграли соперницам из Казани. Готовы ли оперативные службы к новогодним праздникам? И как проходит отопительный сезон? В областном правительстве провели ряд совещаний. На Сахалине и Курилах в праздничные дни будут работать более 700 сотрудников МЧС и 140 единиц техники. А полицейские выйдут на дежурство с видеокамерами, чтобы фиксировать зачинщиков и подстрекателей правонарушений. Валерий Лимаренко поручил еще раз проверить источники резервного электроснабжения во всех муниципалитетах. Среди аутсайдеров пока Корсаковский район. Последнее отключение света в Корсаковском районе показало неготовность к включению дизель-генераторов. То он отремонтировался, то он на ремонте, то куда-то повезли, то куда-то увезли. Господа, так не пойдет. Вот Корсаков не получил паспорт готовности к зиме. Да, вроде бы там это. На самом деле правильно не получил. В этой части Корсаков к зиме и прохождению не готов. На совещаниях зашла речь о вывозе мусора в праздничные дни. С 27 декабря государственная жилищная инспекция начнет проверять управляющие компании на предмет вывоза отходов и содержания контейнерных площадок. Для принятия оперативных решений будут созданы группы в WhatsApp. Мы создаем в развитии каждого подрядчика, состоящего по 2-3 района. Туда заводятся все должности лица мэрии, управляющие компанией, МИЖКХ. Придется платить 20 рублей с квадратного метра жилплощади за вывоз мусора. Именно так поняли объявления на подъездах жителей 8-го микрорайона. Отличилась управляющая компания ЖУ-7. Ее сотрудники распространили текст, который вызвал у многих негодование. По телевидению и везде говорят, что по 4 рубля. Поэтому мы хотим узнать, почему же это так нам сделали-то. Мы, конечно, не против платить. Надо, значит, надо. Надо мусор вывозить, надо это, но надо как-то по-божески делать-то. Я, допустим, инвалид второй группы и живу только на пенсию. Ни заработков никаких, ничего. И если будет мусор 20, то это же ужас. Как выяснилось, цифра относится вовсе не к мусорной реформе. Нововведения в Сахалинской области вступают в силу с 1 января 2019 года. За вывоз мусора будет отвечать единый оператор. Он же будет и выставлять счета. Тариф един для всех. 4 рубля с квадратного метра жилплощади. Вот здесь управляющая компания и не справилась с формулировкой. В объявлении имелось в виду, что по квитанции управляющей компании за вывоз мусора платить как раз не придется. Эта услуга оттуда исключается. С тарифа технического обслуживания убирается тариф на вывоз мусора по договорным отношениям между управляющей компанией и региональным оператором. Это действительно так. Пускай люди не пугаются. С их общего тарифа за техническое обслуживание убирается просто вывоз мусора. Эндоскопический комплекс экспертного класса получила городская больница имени Анкудинова. Врачам он позволит обследовать желудок и 12-перстную кишку с еще большей точностью. Процедура занимает всего 1,5-2 минуты, а качество изображения на мониторе позволяет рассмотреть мельчайшие детали. Также аппарат дает возможность проверить состояние бронхов, вовремя найти и извлечь унородные тела. Кроме того, к новому комплексу подходят эндоскопы от предыдущей модели. Это позволит разгрузить очередь при наплыве пациентов. Этот комплекс будет предназначен полностью для диагностики заболеваний в верхних и нижних отделах желудочно-кишечного тракта. И в момент исследования будут проводиться какие-то эндоскопические манипуляции. В данном комплексе есть специальный режим для выявления ранних раков желудка, пищевода и 12-перстной кишки. А сейчас снова вернемся к новогодней теме. Постояльцы Южно-Сахалинского дома-интерната для престарелых и инвалидов получили добрые открытки. Их смастерили малыши 6-го детского сада для малоподвижных пациентов отделения милосердия. Акция проводится уже третий год и помогает добавить семейного уюта в жизнь одиноких людей. Накануне их навестили и главные герои новогоднего праздника – Дед Мороз и Снегурочка. Снегурочка, а ты одна, дедушка. А вот наш дедушка задерживается. Вы представляете, у него сами сломали. И пока лесные звери помогают Деду Морозу починить его транспорт, праздник начинается. На сцене известный музыкант Сергей Антонов исполняет современные композиции на балалайке. Для тех, кто вынужден встретить Новый год не в кругу семьи, а в стенах казенного дома, приезд с гостей – большое событие. А если вот так задорно, а главное со Снегурочкой и Дедом Морозом, то вдвойне веселей. Неудивительно, что зрители, несмотря на свой возраст, легко и непринужденно играют, находят верные ответы на загадки и под душевную песню притопывают ногами и прихлопывают в ладоши. Дед Мороз приехал в самый разгар праздника и сразу завел хоровод, в котором нашлось место всем желающим – зрителям, сотрудникам интерната и команде родных островов. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, земной и лето стройная, зеленая была. Мария Михайловна Аксенова первая встала в хоровод, говорит «Старость нас не одолеет» и прочитала стихотворение, которое сочинила одна из ее подруг. Уверена, что в душе должны гореть искра и любовь к жизни, иначе нельзя. Как же не поймешь, ты очень жить охота. Посмотри кругом, как все чудесно, все стало лучше, жить нам интересно. Ох, с тобой связалась и сама не рада, доживи ты столько, сколько тебе надо. Праздник, ну что, нормально прошел? Наши потихоньку шевелят, мы тоже продолжаем жить еще, так что не дают нам стареть. После концерта постояльцы дома-интерната для престарелых и инвалидов не сразу разошлись, однако в столовой для них уже накрыли столы. Наступило время ополдника. Организаторы праздника раздали зрителям сладкие гостинцы. И Снегурочка, и Дедушка Мороз – это наша команда, это наши волонтеры, у них нет опыта выступления на сцене, у них сегодня был творческий дебют, и мне кажется, он удался, потому что впечатления действительно невероятные. Сколько здесь любви, сколько здесь тепла, и большое спасибо сегодня нашим зрителям за то, что они нас приняли, для нас это самое главное. Кроме новогоднего праздника, команда фонда «Родные острова» передала в отделение «Милосердие» подарочные наборы, и в каждом из них добрая открытка, сделанная воспитанниками детского сада. Петарды дома не взрывать, больше трех гирлянд на елку не вешать. Спасатели рассказали сахалинцам, как безопасно и культурно провести новогодние каникулы. Если искусственные елки вы предпочитаете живую, то специалисты рекомендуют обратить внимание на изоляцию проводов. Хлипкую и невызывающую доверие гирлянду брать не стоит. Красной строкой в разговоре со спасателями всегда отмечены фейерверки. Одна секунда и пренебрежение правилами использования пиротехники может привести к испорченному празднику. Что делать можно, а чего нельзя, сегодня специалисты продемонстрировали наглядно. Первый раз мы показали, что будет, если не плотно утрамбовать или как-то не закрепить салюты. Все видели, что коробка в результате выстрела перевернулась. Куда она могла полететь, неизвестно. Правила безопасности обращения с пиротехническими изделиями написаны на каждом пиротехническом изделии. Независимо от его вида либо формы. Читайте их и хорошего вам Нового года. А сейчас предлагаем вам посмотреть запись интервью с депутатом Государственной Думы России об итогах работы Нижней Палаты Парламента с Георгием Карловым беседовал мой коллега Никита Потипалов. Георгий Александрович, здравствуйте. Добрый день, Никит. Время подводить итоги. Государственная Дума Седьмого Созыва в этом году работу уже завершила. Что самое главное удалось сделать и лично вам в том числе? Ну, я бы хотел, во-первых, сказать о том, что Седьмой Созыв на сегодняшний день может отчитаться за экватор свой, то есть за половину своего времени Седьмого Созыва. И он совпал с юбилейной датой 25-летием с момента принятия Конституции Российской Федерации. За этот большой промежуток времени был сформирован законодательный базис страны. Это порядка 8 тысяч законов, как свод правил, по которым живет страна и ее граждане. И мы на сегодняшний день шлифуем и совершенствуем законодательную базу нашей страны. И в течение всего этого срока мы стараемся предугадать возможные события, которые у нас предстоят в ближайшем будущем для нашей страны, с учетом той ситуации, в которой находится развитие российской экономики, геополитических вопросов в том числе. Самые главные принятые в последнее время законы, которые сильнее всего повлияют и на жизнь всей страны, и конкретно сахаринцев и курильчан? Ну, наверное, нельзя не указать на тот достаточно резонансный законопроект, который стал законом о пенсионной реформе. Я считаю, что он реально поменяет ряд экономических показателей и в бюджете страны, и в бюджетах Российской Федерации, и в пенсионной системе в целом, и отношение к этой непростой, важной социальной составляющей в стране. Во-вторых, нельзя не сказать о том, что для сахаринцев и для дальневосточников в целом принятие наконец-то долгожданного закона о любительском рыболовстве наконец-то принят. Он позволяет нам с уверенностью сказать, что теперь рыбалка для нас, для любителей, для всех, будет, как и была, бесплатной, с нормальными, естественными ограничениями по сохранению водного многообразия нашей природы. Нельзя не сказать о том, что важно, думаю, для всех – это отмена внутри российского роуминга во всех наших сотовых операторах. Я считаю, что это очень долгожданный тоже и прекрасный сюрприз для наших сахаринцев к Новому году. Нельзя не отметить сложный, но наиболее важный документ – это основной документ страны, это федеральный бюджет на ближайшие 19-е и 20-е, 21-е годы, где мы сформировали бюджет с профицитом, и, разумеется, этот профицит будет нам гарантировать исполнение со стороны государства всех своих социальных обязательств и, конечно, поддержки регионов, в том числе Сахалинской области, которой на ближайшие три года будет предоставлена субсидия порядка более 60 миллиардов рублей. Одно из главных политических событий в Сахалинской области – это назначение временно исполняющего обязанности губернатора Валерия Алимаренко. Удалось ли вам встретиться с ним, познакомиться уже ли это только в планах? – Нет, действительно, мы в первую очередь моего приезда в региональные дели созвонились, согласовали встречу, познакомились. На меня произвело впечатление человека вдумчивого, интеллигентного. Основные вопросы, которые мы обсуждали – это бюджет 2019 года, который был принят Сахалинской областной думой. И, на мой взгляд, его представление и опыт о развитии не только бюджета, но и экономики области вполне компетентно. Я уверен, что нам с ним удастся достаточно грамотно поработать в направлении развития Сахалинской области на ближайшие годы. – Ну и от политических вопросов к личным, личные успехи в этом году и что удалось, чего удалось достичь? – Пожалуй, наверное, самое яркое впечатление – это финал работы над четвертым томом победителей всей нашей команды, которую мы презентовали к столетию в ЛКСМ. Этот альманах, рассказывающий о ветеранах войны, ветеранах труда, ветеранах тех, которые посвятили свою жизнь развитию Сахалина и Курил. Здесь указано достаточно много людей, которые от первого лица рассказали о тех событиях, документально подтвержденных, какой судьбу они прошли в своей трудовой деятельности на Сахалине. Поэтому я хочу для команды СТВ и вам лично преподнести вот этот альманах, для того, чтобы мы не забывали о своих корнях. – Спасибо большое. Отличный подарок. И наверняка есть желание и возможность, собственно, поздравить всех сахалинцев. – Да, конечно. Я хочу пожелать нашим сахалинцам и курильчанам главное, чтобы мирное небо над головой всегда было, чтобы счастье и достаток в семьях был. Я хочу пожелать любви и счастья всем нашим сахалинцам и курильчанам с наступающим новым 2019 годом. – Спасибо вам за беседу. Всего доброго. – Всего доброго. – Всего доброго. Важная информация для автомобилистов. С 25 декабря на улице Горнолыжной в Южно-Сахалинске от поворота на стадион «Спартак» введено одностороннее движение для всех видов транспорта. Выезд теперь возможен только по кругу, через Минский переулок и улицу священномученика Иллариона Троицкого. Поворот на Горького при этом допустим только направо. Напомню, ограничения, связанные с проведением в областной столице международных игр «Дети Азии», и хотя именитые спортивные делегации остров примет только в феврале, власти посчитали нужным заранее подготовить автомобилистов к изменениям в транспортной схеме города. И далее наш эфир продолжает рубрика «Точка отчета». Безопасная зебра исчезла, про знаки пешеходного перехода забыли. В Южно-Сахалинске в районе бывшего спиртзавода под колесами японского «Универсала» оказалась 39-летняя горожанка. Она переходила дорогу по безопасной зебре. Пешехода не заметила 53-летняя водитель «Тойоты Королл и Филдер», которая двигалась в сторону Лугового. В результате наезда Сахалинка получила травмы средней тяжести. А трагедия на Анивской трассе унесла жизнь 47-летнего сахалинца. По роковому стечению обстоятельств, за несколько минут до гибели он попал в ДТП. Вместе с водителем второго автомобиля стоял на проезжей части, пытался остановить проезжавшие мимо машины. Одна из них на большой скорости сбила мужчину и скрылась с места аварии. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. Накануне вечером с крыши вот этого дома на улице Дзержинского сошла вниз лавина из досок. В пилом материалы привезли для ремонта кровли и, скорее всего, плохо закрепили. По счастливой случайности никто не пострадал. В Южно-Сахалинске вынесен приговор 52-летнему горожанину, который избил до полусмерти бездомного. Это произошло в подвале многоэтажки на проспекте Мира. Причину ссоры подсудимый так и не обозначил. Металлической трубой он несколько раз ударил потерпевшего по животу и груди. В ходе судебного свидания подсудимый признал вину в совершении данного преступления. Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание, что в действиях сужденного имелись признаки рецидива преступления, осудило его к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сахалинской полицией по подозрению в совершении преступления разыскивается 26-летний житель Тымовского Сергей Пак. 18 декабря около 11 вечера в Холмске у дома по улице Победы 30А он напал на женщину и ударил ее ножом. Пострадавшая была доставлена в больницу и прооперирована. Рост подозреваемого в 190 сантиметров был одет в черную кепку, черную кожаную дубленку со светлым меховым воротником, темные штаны, черные ботинки. Мужчина может скрываться в южных и центральных районах Сахалина. Всех, кто видел этого человека или знает, где он находится в данный момент, просят звонить по телефонам, указанным на экране. Анонимность гарантируется. Два новых дома сдали в Корсакове на улице Парковой. Ключи от арендных квартир получили более 50 семей. Это бюджетники и сотрудники правоохранительных органов. Многие новоселы уже планируют воспользоваться льготной ипотекой и оформить жилплощадь в собственность. Строительство восьмиэтажек общей площадью около 5000 квадратных метров заняло чуть больше года. Город развивается, строится, становится красивым. И, понятное дело, когда город растет, вместе с ним растут люди. В планах на следующий год с агентцией потечного кредитования у нас строительство еще одного дома на 100 квартир. И на этом мы не остановимся. Дом сейсмоустойчив и к тому же располагает энергосберегающими технологиями. Они могут помочь сэкономить до 30% от суммы на оплату отопления. Впечатление, конечно, масса, потому как мы в духовной квартире, нас 6 человек, приблизительно 40-42 квадратных метра, а здесь 83,5. Для наших детей особенно это, конечно, очень хорошо. Шестой тур чемпионата России по волейболу среди женских команд. ПСК «Сахалин» принимает «Динамо Казань». Это уже третья встреча клубов в текущем игровом сезоне. В первых двух в рамках Кубка России победу одерживали островитянки. Боевым был настрой и на сегодняшнюю игру. Но все же продлить победную серию с Татарстаном Сахалинкам не удалось. Первый сет за «Динамо». Во втором шанс переломить игру появился. При счете 15-19 в пользу гостей Сахалин забрал пять подач подряд. Главный тренер казанской команды взял тайм-аут, и его подопечные снова ринулись в атаку. Отбиться девушкам из ПСК не удалось. Все три сета за командой из Казани. «Мы думали, что Сахалин еще больше будет бороться, на самом деле. Но, слава богу, мы своей игрой доказали, что не будет сложной игры с их стороны. И поэтому я рада, что счет 3-0. А не растянули до четырех партий или пяти, потому что было бы сложно дальше играть нам». «У нас процент атаки был сегодня, к сожалению, очень низкий. То есть, в какой-то степени, мне кажется, это психологический был слом или надлом. Не знаю, не справились с этой психологией и не смогли оказать агрессию на сетке». Это поражение опустило волейбольную команду на шестую строчку турнирной таблицы. Но уже в среду у девушек есть шанс изменить ситуацию. На Сахалин приедет еще одно «Динамо» – «Московское». Эта команда занимает второе место в Суперлиге. «Нужно играть, играть в свою игру, показывать эмоции на каком-то драйве, на эмоциях вытаскивать игры». Игра 26 декабря станет не только спортивным праздником для болельщиков. ПСК «Сахалин» совместно с медиахолдингом АСТВ организует благотворительный сбор средств для ребят из Троицкого детского дома. Любой желающий может сделать свой вклад в это доброе дело. Впереди один из самых добрых праздников – Новый год. Но, к сожалению, не все встретят 2019-й за одним столом со своей семьей. Профессиональный спортивный клуб «Сахалин» и медиахолдинг АСТВ приглашают всех прийти на последний волейбольный домашний матч в этом году. В рамках встречи «Сахалин-Динамо» будет открыт сбор средств для детей из Троицкого детского дома. На вырученные деньги мы купим подарков и сладостей малышам из сиротского приюта. Давайте сделаем добро вместе. 26 декабря. Дворец спорта «Кристалл». 19.00. Ждем всех! И на сегодня это все. Спасибо за внимание. Еще больше новостей найдете на сайте stv.ru. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова